Как обычно, вот я у Юли спрашивал, как вообще, вот ты часто приезжаешь, как и ртаешь дорогу, ну не знаю, 15 часов в бусе, это не так и просто, есть какие-то уже свои традиции, не знаю, кино смотришь? Честно говоря, после гонки очень просто, ты засыпаешься и просыпаешься. Даже, наверное, засыпаешься и вырубаешься. Ну, можно сказать и так. Скажи вам, мы еще вчера за тебя болели, смотрели по телевизору, сегодня как бы ты уже здесь, можно вкрасывать гонки, как ты оценишь свое выступление, тут ты начала бежать уже как фуркат почти и появилась проблема со стрельбой. Да, фурката мне еще далеко. Тут уже шутят, что тебе надо скоро мужскую гонку переводить уже. Там адреналина большая. Тебе виднее. Ну, честно говоря, я, я недовольна, потому что, ну, не справилась на рубежах, а, видите, скорость, это еще не самый важный показатель, потому что, я считаю, надо собираться, концентрироваться на стрельбе, пока у меня это почему-то так плохо получается. Может это связывать с тем, что, да, вот сейчас у нас же есть спортсмены, которые так бегут, а при этом не стреляют. Можно сказать, что потеря в стрельбе за счет роста скорости? Нет, ну, это, это тоже немаловажный фактор, но еще, я думаю, где-то больше на эмоциональном фоне, потому что больше, да, заводишься на гонки, потом, ну, и так же заводишься на стрельбе, то есть, как, не знаю, будем ликвидировать эту проблему. Ты вот приехала на эти дни в Киев, вот, приехала, потому что не взяла какие-то, что поняли, что там, не знаю, там, учеба, квартира, какие-то? Ну, честно, просто хочу отдохнуть, потому что уже чуть-чуть устала, тем более, я, ну, был когда перерыв, перед Товкаткой доедя, пропускала дом, и была, то есть, я уже не была дома два месяца, два с половиной. Что ж, для Бетланиса нормально два месяца не проводила? Ну, да, а если ее сейчас не завещают, то тогда будет пять месяцев, это уже почти полгода.